Лето 2011 года запомнится горожанам не только тёплыми деньками, долгожданным отпуском, но и ремонтом дорог в городе. Масштабные работы дорожники развернули практически во всех микрорайонах Кургана. Так в восточном посёлке полностью отремонтировали улицу Гайдара. Здесь же впервые за долгие годы появились асфальтированные тротуары. В этом посёлке проживаю я 54 года. За 54 года впервые у нас такая красота. Как говорится, праздник на улице. Мы идём сухой ногой по такой дороге. На реконструкцию улицы Гайдара потратили 34 миллиона рублей. Деньги были выделены по федеральной программе «Новые дороги городов России». Чтобы попасть в планы ремонтных работ, жители обращались к депутатам городской и областной дум, а также в администрацию города. Восточный преобразился с улицы Гайдара. Думаю, все, кто тут раньше был и смотрели, какая была улица. Она была убитая, не было тротуаров, канавы, болота. Сегодня здесь сделали всё от и до. Мы объехали практически весь город и собрали пожелания и те просьбы, которые нам высказали жители. И в частности по посёлку Восточному практически все жители, депутаты нашей фракции «Единая Россия» высказывали, что именно нужно сделать. Радуются новой дороги и жители Глинок. На улице Центральной проведён капитальный ремонт, положен асфальт и сделаны тротуары. Подходят к концу работы по благоустройству внутриквартальных проездов и дворовых территорий в Шевелёвке, на бульваре Солнечном и в седьмом микрорайоне Соозёрного. Ужасные дороги были, вообще яма на яме. А так сейчас в целом, вообще сейчас замечательно. Очень красиво и очень хорошо. Мы очень довольны. По программе «Новые дороги городов России» Кургану в этом году из федерального центра выделено 250 миллионов рублей. Ещё 60 миллионов добавила городская администрация. Мы знаем болевые точки города Кургана. Мы работаем с депутатским корпусом как областной думы, так и городской думы. Все дворы, которые необходимо ремонтировать у нас на учёте, на заметке. И мы идём в таком плановом порядке. В городской администрации говорят, что программа по ремонту дорог продолжится и в следующем году. Юлия Король, Александр Киселёв, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45».